здравствуйте дорогие друзья мы такие вы на канале мой ташкент вот меня зовут виктор а это а я наталья тусик но может быть мы своим друзьям уже они все-таки наши друзья скажем что ты туся тогда ты витюся ну и ладно видите и витюся и туся покажет вам наш ташкент сегодня мы расскажем о знаменитой улице свою гох народе прозванная бродвей который при советском времени назывался улице карла макса эта улица существует уже более 100 лет до 1991 года эта улица была проезжей частью соединяет эта улица две достопримечательности столицы сквера мир тимура и площадь мусто келик некогда опустевший 2006 году и заброшенный нынешний нынешний бродвей вновь наполняется людьми и красками становится излюбленным местом прогулок и не скучного досуга для гостей и жителей столицы на первом плане мы видим углы зданий мужской и женской гимназии 1888 года с надстроенными в 1930-х годах третьими этажами с 1991 года заняты ташкентским юридическим институтом после справа тоже вековое здание а знаешь ведь уся в годы великой отечественной войны здесь располагался один из его к госпиталей ранее общежития среднеазиатского коммунистического университета имени владимира ильича ленина и высшая коммунистическая сельскохозяйственная школа имени сталина сейчас здесь находится министерство юстиции республики узбекистан здание построено в стиле конструктивизма в 1927 году по проекту архитектора бауэра зеленая пешеходная аллея которая обрамляет многолетние тенистые деревья своеобразные и зеленый оазис самом сердце города свежий воздух и прохлада фонтанов погрузят вас незабываемую творческую атмосферу этой улице бровей является своеобразно импровизированной народной концертной площадкой выставкой и сцены для множества талантов где каждый желающий может показать свои способности и навыки здесь вы встретите уличных художников и впечатляющую картину галереи расположена прямо на асфальте где можно приобрести как готовую картину так и заказать портрет или шутливый шарш также представлен большой выбор сувениров и раритетных вещей на любой вкус который привлекает сюда заядлых коллекционеров и просто любители стирены уличные музыканты исполняют мировые хиты и свои авторские песни часто здесь проходят концерты с участием местных звезд эстрады тематические ярмарки и народные гуляния приурочены к какому-либо праздник или событию и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь также находится концертный зал DimaTorzok Как раз таки о нем мы поговорим более подробно Ресторан DimaTorzok Был открыт в 1974 году Архитекторы DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok На улице имеется большое количество пунктов прокатов, велосипедов и самокатов, чтобы покататься по улицам, чтобы покататься по улочкам рядом с бородой, потому что на самой улице запрещено кататься. Для самых маленьких также найдутся развлечения, детские карусели, батуты, аттракционы, телескоп. Но не только молодежь приходит провести свой доступ на Бродвее. Здесь также собирается и взрослое поколение. Среди них любители шахмат и шашек, где вы можете составить им компанию и сыграть в партию. В пешей доступности от Бродвее находятся два театра. Русский академический драматический театр и театр опереты и балета имени Алишера Новаи. Ташкентский Бродвей является одним из любимых мест отдыха среди жителей и гостей Ташкента. Здесь всегда многолюдно, атмосферно, весело, ярко и живописно. Так что каждый найдет для себя что-то близкое для того, чтобы возвращаться сюда снова и снова, погружаясь в эту удивительную атмосферу. Дорогие друзья, мы очень рады вам всегда. Подпишитесь, поставьте колокольчик и ваши яркие комментарии будут подбадривать нас. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok